Соответственно, судом первой инстанции необходимо было рассмотреть только действия данного органа, в соответствии с протоколом административного правонарушения, является ли данный протокол, приходит ли в соответствии с требованием процессуального законодательства. Однако, выходя за рамки данного закона требования нормы кодекса административного правонарушения, судом первой инстанции рассмотрено дело по существу. В частности, прекращено административное производство по данному делу, тогда как административное дело в настоящее время находится в суде первой инстанции на рассмотрении. То есть, при рассмотрении жалобы на действия сотрудника органа, осуществляясь за производство по делу административного правонарушения, не могло быть рассмотрено дело по существу. Это другое дело, и в настоящее время оно находится на рассмотрении. А на основании чего эти протоколы, которые стали камнем предсказания, признаны все-таки действительными? Как это доказано было? Я вот только что сказала и повторюсь, что здесь, поскольку была подана жалоба лицом на протокол административного правонарушения в соответствии с главой 44 кодекса административного правонарушения Республики Казахстан, суд первой инстанции должен был рассмотреть в рамках данной главы. Соответственно, только действие протокол административного правонарушения на соответствие процессуального законодательства, не выходя за рамки данного требования. Однако суд первой инстанции рассмотрел непосредственно дело по существу. Он установил обстоятельства, которые непосредственно касались виновности лица, в отношении которого возбуждено данное дело. В этой связи суд первой инстанции прекратил производство по данному делу необоснованно. Поскольку производство не может быть прекращено, в настоящее время административное дело в отношении Пулатова-Жан Салхановича по статье 608 части 1 Кодекса административного правонарушения Республики Казахстан находится в производстве специализированного административного суда города Шенкента, стадии рассмотрения. А производство по статье 599 части 1 Кодекса административного правонарушения Республики Казахстан находится на стадии производства в органах внутренних дел на рассмотрение. В этой связи никак суд первой инстанции при рассмотрении действия, жалобы на действия не мог прекратить данные производства.